стрельба а кто это там у нас здравствуй молодой человек не усовывайся умрет предупреждал ностальгия ностальгия миллион тыс лайков привет дружище знаешь на этом видео я оставил все свои оставшиеся нервные клетки спасибо за лайк приятного просмотра целую всем привет братья мои и сестры друзья мои подружки с вами как всегда и отец шумору добро пожаловать player анус battlegrounds light знаешь что и сегодня мы будем смотреть что изменилось в игре пока мы с тобой не играли не играли мы определенное время поэтому сегодня я решил сделать для тебя серий у меня уже ранг 10 или 11 то есть соответственно ботов на этом ранге все меньше и меньше да соответственно ты больше встречаешься с тигриными львами поэтому мы с тобой сейчас приземляемся на аэродром и смотрим какие здесь тигриные львы у нас есть давненько не играл хотел бы с тобой сегодня провести время получить как говорится от игры удовольствие если она есть посмотреть лагает не лагает что вообще изменилось все-таки игра пришла у нас в снг и соответственно хотелось бы взглянуть так не тот шлем вот знаешь будет смотреть на воплайт пиши чё там у тебя нового чё там у тебя интересного играешь вообще сам или нет как бы какие у тебя впечатления знаешь будем сейчас смотрите 3 чё мне нравится знаешь по бывает как я тебе говорил это оптимизация то что очень высокая раскадровка чем мне не нравится ну не нравится да не я не знаю чем я не нравится не нравится наверное то что иногда как бы ну как как во всех играх есть десинхронизации в ней да но это связано больше со стрельбой с пингом вот кстати сейчас меня пролагало у меня появилась красная херня в левом углу экрана и пролагало я не знаю сервер это или чё вот такое такое может быть да видишь оказывается оказывает не так уж и хорош блин оказывается тоже обосы некое есть какие-то моменты да но не на бусинки и момент ты обращаешь внимание когда играешь в принципе ты обращаешь внимание на то как быстро тигряные львы отлетают или как быстро улетаешь в лобби ты как говорится давай посмотрим давненько я не играл на нашей самой большой зеленой карте как говорится да вот и как бы то у нас миромары всякие там саньки а эрангеля у нас давно уже не было поэтому надо посмотреть что вообще и как сможем ли мы выбраться с тобой с военной базой сможем ли мы получить какие-то эмоции и ощущения от того что имеем да потому что это интересно это интересно посмотрим как тигрины играют посмотрим чего у нас здесь вообще нового происходит вообще пап глайд я смотрю они развивают да то есть как бы ёб твою мать я же слышал что что-то подобное бежал и понимаешь что что-то подобное человеку блять я я думал что это звук мой как бы отдался это оказывается пиздючонок он даже не даже не заметил понимаешь он даже не не запомнил что с ним случилось как бы часть ним произошло просто бежал мимо бежал радостно причем да то есть он такой с улыбкой по моему на лице я не знаю заметил ты или нет он помыл уебался бежал я довольный я один здесь прыгнул на сосновку пососать как говорится никто мне не дает пососать и тут бац ему вылетает из-за угла вот такие моменты в пабге немножко раздражают если ты находишься в роли этого человека ты отвлеченный ты бежишь куда-то ты радостный у тебя все хорошо идут бац тебе патрон прилетает в бочину этот мир и от этого может бомбить вот по поводу red dead онлайн знаешь что red dead онлайн тебе еще поснимаю до red dead redemption держу тебя в курсе я не исправил никакие косяки которые у меня были с игрой то есть невозможно это сделать в моем случае да я и пробовал и social club курсор но там курсор совсем другой не social club узкий в моем случае да и апдейты windows и кнопку home прожимать опять болтался херня короче происходит в red онлайн не знаю что они там сделают исправит или не исправит но атмосфера в игре я тебе скажу очень даже сексуальная поэтому если ждешь выпуска напиши мне об этом обязательно для тебя еще поснимаю там надо развиваться насколько я знаю да там надо повышать уровень потому что от уровней от твоей пушки зависит многое особенно если ты встречаешься в пвп с другими игроками то есть кто-то тебя может ваншотить просто свои пушка от из своей стандартной 1 ничего не сделаешь то есть такое может быть да то есть как бы это очень важно то есть во многих таких играх пушки конечно же решает поэтому там тоже нужно этим заниматься вот но хотелось бы чтобы игра работала стабильно потому сейчас она работает ну крайне нестабильно да у нее прям ну сексуальности в ней нет вот пирожочек у нас такой чё еще у нас по пирожкам по пирожкам да пабглайт пабглайт я жду когда они ну он доведут какой-нибудь знаешь такую стадию что вот игра в цимусе находится потому что сейчас я не сказал бы что она в цимусе но я тебе скажу так она работает значительно стабильнее чем пабг который в стиме да то есть как бы на мой взгляд и это хорошо это хорошо стабильность это прекрасно как бы но что будет дальше непонятненько пока вот и даже не знаю сколько людей играет вообще у нас а соответственно в пабглайт поэтому напиши мне играешь ты или нет то очень важно так знаешь сосновочка в сосновочке что-то очень мало народу на самом деле но иногда бывает кстати даже в стимовском пабге ты прыгаешь сосновку и вдруг никто не хочет лететь на сосновку это очень странное явление но такое тоже бывает когда он блин ночи она так подлагивает когда вот эта красненькая херня загорается это по прогрузка сервера или еще это такое что-то как-то писей пахнет понимаешь то есть но он счет это мне не нравится то что вот эти а если это в момент стрельбы будет например момент перестрелки с другими тигринами львами то есть как бы тут тема такая вот вообще пара разные игры сегодня с тобой поговорим на самом деле как бы я считаю что это важно разговаривать в разных играх о разных играх почему бы и нет да например stalker кс папка это все конечно хорошо но что давно не было новых тактических экшенов если тебя посещают такие мысли то ты явно не знаешь о новоявленной крутой игре про современный спецназ калибр калибр это многопользовательская онлайн игра от третьего лица здесь ты можешь применить костюм оперативника коих в команде 4 и у каждого своя роль боец поддержки прикрывает команду ведя неутихающий огонь по противнику снайпер занимает позицию и контролирует нужную территорию на дальних дистанциях медик это местный айболит только вместо зверушек у него напарники ну а штурмовик прорывается с боем в нужные места и выполняет всю грязную работу победа зависит только от слаженности действий команды что самое важное калибр наконец-то вышел в убт и теперь свободном доступе для всех и что примечательно совершенно бесплатно хочешь играть против реальных игроков для тебя есть режим пвп хочешь оттачивать мастерство бок о бок с командой пве в твоем распоряжении начинай играть уже сейчас обязательно пройди обучение и получит 1800 кредитов уже на первом уровне ссылочка на игру как всегда в описании правильно же я говорю я считаю что правильно то есть нужно во всякое разное до играть то есть получать удовольствие с тобой от игр которые соответственно мы с тобой не приносим в новую жизнь до свою то есть как бы новые игры это всегда новые эмоции до выходит что-то новое ты что то новое получаешь поэтому надо пробовать все нужно а как бы искать для себя удовольствие да то есть как бы если например смотри папк да то есть вот вот тебе папка приносил удовольствие если ты чувствуешь да что тебя начинают трахать например на жесткое и тебе это не нравится да ты 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 не любитель когда в тебя вот так вот входят и тебя заставляют выйти в лобби что ты делаешь правильно ты получаешь неудовольствие и все что тогда нужно делать нужно поменять игру и поиграть во что-то другое чтобы получить там удовольствие если ты и там не получаешь удовольствие то тогда еще что-то новое нужно поймешь и всегда нужно искать что-то новое когда и можно знать знаешь как как мне нравится я люблю возвращаться в хорошо забытое старое вот например не поиграл долго например в тот же player анус да ну занялся другими играми да например и ну и развлекаешься по-разному да то есть играешь в одно играешь другое потом возвращаешься и у тебя новые чувства то есть понимаешь у тебя новые изумительные какие-то впечатления ты получаешь новые эмоции как раньше то есть даже даже ностальгируешь по каким-то моментам там как бы вот я часто получаю кстати ностальгию на своих сериях по папку да то есть когда я редко записываю я играю захожу там поиграю и соответственно выйду да вообще в такие игры нужно играть постоянно то есть хотя бы 10 20 к точек в день отыгрывать чтобы какой-то уровень у тебя был потому что 1 2 3 мало то есть ты не удержишь свой уровень игры ты ну то есть ребят мне только разогреться порой я вот порой когда я снимаю серию только разогреваюсь на этой серии да то есть как бы у меня нет времени и желания тем более как бы сидеть и задрачивать в папку потому что есть другие дела еще есть еще другие какие-то моменты которые нужно делать ну я не получаю удовольствие до такого но мне кайфово возвращаться писать видео потому что ну для меня это какие-то воспоминания да то есть это какие-то эмоции которые я когда-то приятно то есть как бы да я Я вернулся, поиграл, я получил свой кайф, получил свое удовольствие и пошел дальше. Типа такого. Вот поэтому в хорошо забытые старые игры играть даже приятнее, на самом деле, чем постоянно в них задрачивать. Потому что чем дольше ты задрачиваешь в одно и то же, тем меньше у тебя начинает проявление удовольствия получаться. То есть, как бы, ну, это вне зависимости от того, побеждаешь ты постоянно или проигрываешь, но удовольствия все меньше и меньше будет, потому что, ну, одни и те же кусты, одни и те же дома, одни и те же пушки, одни и те же, там, какие-то другие моменты. То есть, это все получается одно и то же. И ты переживаешь одни и те же моменты, ты наслаждаешься одними и тем же эмоциями, и в итоге все это, ну, как-то, ну, ты сам понимаешь, да, ну, приедается человек же такая скотина, ты не можешь постоянно, я не знаю, гладить одну и ту же киску. Нет, одну и ту же киску гладишь, потому что любишь. А вот игра это другое, понимаешь? То есть, одну и ту же киску гладить можно и тискать вечно. Как бы, понимаешь, потому что, ну, как тебе объяснить? Киска-то может вести себя по-разному, правильно? Ну, вот кошечка, вот здесь кошечка. Собака есть у тебя? Напиши, у меня есть у тебя собака. И, кстати, давай ему такой опрос с тобой устроим, есть у тебя кошка, кошка или собака? Напиши, как зовут? И как часто ты ее гладишь? Напиши, не стесняйся. У меня вот есть киска, у меня есть песик. Да, я обоих люблю, обоих глажу. То есть, как бы, как часто ты тискаешь свою киску? Напиши мне, вот признайся сейчас на этом видео. Давай, без всяких лишних там слов. То есть, просто вот напиши. Я оглажу свою киску вот регулярно, например. Столько-то раз в день я оглажу свою киску. Она любит, когда я чешу ей пузико, например. Или там, моя киска любит там это. Напиши мне, напиши. Давай с тобой поговорим на эту тему. Потому что у нас папка, а папка это что? Это симулятор бега в первую очередь. Потом симулятор немножко стрельбы. И потом снова симулятор бега. Ну, еще симулятор собирания всякого говна с пола и с трупов. У нас сейчас проблема. Скорее всего, мост перекрыт. Да? А нам с тобой нужно выбираться с сосновки. Что делают настоящие тигриные львы, выбираясь с сосновки? Берут автомобиль и пытаются не обосраться. Поэтому сейчас мы будем с тобой пытаться не обосраться и выбивать того, кто сидит на мосту. Если, конечно, на мосту кто-то есть. Я сижу на мосту, почесая яйцо. Ну, я любил раньше мост перекрывать. Помнишь, у меня сколько серий было по перекрытию моста? То есть я даже за Хитмана, помнишь, серию, да? Я за Хитмана с пистолетом, голый, без бронежилета, без ничего перекрывал мост. Это было... Вот это были времена. Это да. Ну, знаешь, когда я снимал пабк часто, регулярный, ну, я отыгрывал каточек 10-15 в день для поддержания формы. То есть у меня тогда была прям такая тигрино-львиная форма. Есть что? Блин, не заметил. Ладно, поехали. Поехали, будем аккуратненько. Если что, словим. Главное, главное не словить. Главное, как бы мост можно проехать легко. Если вовремя выйти, подъехать, соответственно, либо сбить человека, либо выйти резко и из пушки надавать. То есть машина стоит. Там кто-то был. Че, он сменил позицию и ушел? Это очень странно. Стрельба! А кто это там у нас? Здравствуйте! Вот это я поймаю, вот это я поймаю, вот это я поймаю, вот это я поймаю, вот это слушай, как раньше, это эмоции, эмоции. Молодой человек. Не высовывайся, умрёт! Предупреждал. Ох, ностальгия. Ностальгия! Миллион тысяч лайков, ёпта имей. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, вот это я, вот это да, ты представь, да. Вот смотри, сколько эмоциональных сейчас потоков, да? Какое количество эмоциональных эмоций, эмоционирование вызвал выезд с моста, въезд в зону, где перестреливаются два вонючих петушка, на! Сбитие противника, вот это всё это прочувствовать, понимаешь? Вот ради такого, наверное, любят Папка больше всего. Вот ради таких вот единичных моментов, когда реально получается какая-то грязь, понимаешь? А это реально было грязно, то есть я, как шериф Шимору на своём железном коне, заехал пацану в лицо! Оооо! Туру-дуру-дун-дун-ду-ду-дун! Вот, 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 вот из-за таких эмоций, кстати, Папка, ну как тебе объяснить? Из-за таких эмоций Папка играется, наверное. И я, если бы я это делал каждый день, ну вот каждый день вот такой, заходил на каждую катку, например, да? Каждая катка у меня была бы новая, свеженькая, всё красиво, у нас сексуально всё. Вот, и каждый день бы сбивал так людей и убивал их так в хэт, да мне бы, опять же, надоела игра, как мне это надоело со временем, когда я играл. То есть я, когда играл, то есть, ну, уничтожал всё, что видел, всё. Ну, то есть, как бы, ну, всё, мне надоело, мне хочется ещё чего-то другого, понимаешь? То есть меня тянет меня и манит во что-то другое, потому что, ну, я устал, я уже не получаю удовольствия ни от фрагов, ни от топ-1, ни от чего-то. То есть, ну, вот этот вот период нужно, конечно, переживать. Но почему-то вот, я не знаю, как тебе объяснить, многие люди, кто вот раньше играл, тоже перестали играть, да? То есть мне ребят пишут, что тоже надоело и играю в разные, то есть, как бы. Потому что, а многие, а есть некоторые, немногие, наверное, да, именно с тех времён. Просто, как бы, как тебе объяснить? Не играют уже, играют, но играют не так, да? Но всё равно, как бы, остаются в игре там, остаются играть. Так, сейчас, подожди, так, всё, пушка у меня на месте. Для чего ты меняешь позицию на сиденье, если ты не знал? Ты меняешь позицию на сиденье, чтобы сменить ганн, с которым ты высадишься. Я не знаю, может быть, это работает, когда ты просто за рулём нажимаешь 1, 2, 3, да? У тебя меняется основная пушка, с которой ты в случае чего выйдешь, да, из автомобиля. А может быть и нет, но, тем не менее, я всегда менял так пушку, переключал, точнее. Ладно, сейчас едем в зону территориальную. Нам нужно с тобой в госпиталь попасть, да? Я думаю, что нам надо в госпиталь с тобой съездить. Соответственно, в госпиталь мы с тобой приезжаем, там лутаемся. Мне очень нужны, соответственно, девайсы, которых у меня нет. Я бы хотел, конечно же, аирдроп по пути поймать, но аирдропа, возможно, не будет. А, возможно, и будет. Хуй его знает, как говорится, да? Аирдроп-то вещь такая, как бы, непредсказуемая. Я бы хотел, наверное, записать для тебя серию, как ты на такое смотришь. Знаешь, чтобы мы с тобой поохотились чисто за аирдропами, вот. Вообще на всё насрать, где аирдроп, туда несемся, берём автомобиль, бежим и забираем. Но раньше у меня были такие серии, очень давно, да? То есть, как бы, я такое для тебя снимал, у меня были такие выпуски. Вот, я хотел бы поиграть именно так. Посмотреть, что вообще в аирдропах, как вообще они ловятся, как много пиздючат тигриных прибегает и так далее. То есть, может быть, такое снимаю. Ну, естественно, если тебе это интересно, как бы. Вот, сейчас выезжаем в госпиталь. Смотри, показываю. Залетаем в госпиталь! Так, и перепрыгнуть я здесь напаркурить не могу, потому что там металлический, острый, вонючий шип. Эта тема такая. Так, значит, слушаем внимательно. Слушаем внимательно. Где-то здесь могут быть молодые тигры. А молодые тигры любят сидеть в пабгах, да? То есть, у нас большое количество запасов энергетиков, то есть, у нас большое количество медикаментов. Кстати, по поводу медикаментов. Не скупись набирать до хрена медикаментов. Желательно как можно больше энергетиков и аптечек. Аптечек нужно тонну в этой игре, потому что ситуации бывают разные, соответственно. И всегда медикаментов должно быть больше, чем патронов, понимаешь? То есть, медикаменты, это важно. Потому что благодаря медикаментам ты выживаешь. Ну, это мое мнение, как бы, субъективное. То есть, как бы, отцовское, настоящее, самое серьезное и лучшее в мире мнение. И, как бы, ты можешь считать вообще по-другому. Можешь вообще не брать медикаменты и отсасывать. Но, тем не менее, как бы, это важнее, чем патроны. Потому что убить в игре можно с 4-5 патронов, да? То есть, 5 пуль, как бы, человек мертв, например, с той же М-ки, да? То есть, если даже ты не в голову стреляешь. А вот если тебя ранят, и у тебя не окажется, чем залезать в свои маленькие вонючие ранки, которые кровоточат, ничего ты сделать не сможешь, понимаешь? Поэтому медикаменты, я считаю, это очень важно. То есть, всегда так считал. И считаю. Мне очень нравится в Пап Глайд минималистичность того, что я вижу на экране. Как это тебе объяснить? Здесь нет лишних графических спецэффектов, которые мешают тебе быть сосредоточенным тигрином львом на конкретной ситуации, либо на конкретном пиздюке, который бегает в радиусе. Да, то есть. И даже Валера, который приходит с работы после того, как его трахнул босс, соответственно, чтобы надрать маленьким вонючим пиздюкам жопу, понимает, что ему легче будет в Пап Глайд это делать, потому что он видит все. И даже Валера... А почему я опять Валеру затронул? Как-то знаешь, ты знаешь, я понял, что у нас на выпусках как-то резко вылетели, понимаешь, Петры. То есть, раньше у нас Петр превалировал над всем. Потом появился Валера, которого трахает босс, и который приходит с работы для того, чтобы надрать всем задницу в пабге. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А где же Пети? Не, ну Пети бегают, понятно, они... Пети бегают в округе. Все есть как бы... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, надо возвращать Петров нам в папк, как ты считаешь? Надо больше с петями работать, там AirDrop, но мы его с тобой... Ну, конечно, это все прельщает, но... AirDrop хочется, понимаешь? AirDrop хочется ради того, что... Блин, здесь не перелезу. Ради того, что в AirDrop'е что-то может быть, понимаешь? То, что мне пригодится. AVM хочу попробовать в PUBG, я еще ни разу не пробовал AVM. Ну, просто как-то на записях не удается найти, соответственно, AVM-очку. Вот это вот очень странно. Ну, ладно, тогда не будем мы тот AirDrop брать, потому что смысла нет. Как бы... Проще добежать Пешендрием. А шо? А шо это у нас тут? А это может быть не Золотану? Подожди-ка. А это может быть не Золотану? Тигрены и боятся обычно к таким... Ну, Петры, подходить к таким вещам. Давай заедем туда, посмотрим. У меня аж Хэллоуинская машина, хули. На Хэллоуинской-то машине можно проехать куда угодно, как говорится, да? И за Хэллоуинь все что угодно, ебаный. Это ебаный насос! Я любитель папирос! Я любитель папирос! Ебаный насос! Так, что? Эх, залупа на все, залупа на! И опять Аук валяется, Аук в пизду, Аук убрать не буду. Аук говорят, для тех, у кого нет рук, но Аук, по факту, здесь это ближняя и средняя дистанция. А ближняя и средняя дистанция мне не нужна. Аук не дамажит, на мой взгляд, как бы. Я не знаю. У тебя может быть свое мнение, кардинально отличающие от меня, но это мое субъективное, самое лучшее мере мне. Поэтому, твои, ты можешь соглашаться или нет. Вот, в общем, да. Вот так вот. Эть! Мы сейчас с тобой сделаем красивый мув. Что у нас имеется? У нас с тобой имеется снайперская винтовка, которая может работать на большой дистанции. Что мы имеем в округе? Мы имеем в округе прячущихся пиздючат. 21 человек в живых. Мы с тобой находимся в зоне, мы с тобой находимся в зоне. Минус этой позиции в том, что мне придется перебегать по полю в итоге, потому что зона сдвинется куда-то к домам. По-любому. Но плюс этой позиции в том, что я смогу найти маленьких, вонючих пиздючат, которые бегают в округе. И ласкают ляжку подруги, которая сидит где-то рядом и смотрит на его геймплей. Эй, подруги. Ласкают ляжку подруги, которая сидит где-то рядом и смотрит на мой геймплей. Хочет мой геймплей. Просит поиграть. Моя баба вонючая, блядь. У тебя, бывает, есть такая подруга, не видишь? Ну, давай, открой мне все свои секреты сейчас на этом видео. Ну, открой. Есть такая у тебя? Вот ты играешь там, она сидит рядом, смотрит на твой геймплей и хочет поиграть тоже. Но ты ей не даешь поиграть. Она у тебя отбирает мышку. Она говорит, дай мне мой геймплей. Нет пробития. Есть пробитие! А, непонятно. Нет пробития. Нет пробития. Сука! Есть пробитие! Или нет? Возможно, есть пробитие! Все, 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 все. Это моя жертва. Все, 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 все. Да, маленький. Есть пробитие и попадание! Невероятный геймплей! Вот это да! Вот это да! С такой дистанцией! Ты имел миллион тысяч лайков! А, слушай, ностальгическая серия! Ностальгическая серия! Бежит по полю, радостный, жопу своей трясет. Но не понимает этот осел, Что где-то с горы Ему дадут пизды. Байт на airdrop. Это меня байтит игра. Это Джонни. Блядь, лагает. Это Джонни. И справа перестрелка. А я-то в жопочке. А зонг-то идет? Справа перестрелка, Слева стреляют. Что же нам делать, Нихуя, никто не знает. Тандара-дан-дара-дан. Ладно, давай относиться ко всему с позитивом. Я сегодня позитивный настройщик. Здесь у меня радостный, он царь бежит, радостный. Куда бежит? Сковородка, пиздец, сковородка бежит. О! На меня? Что серия такая? Кусок пирожачка вонючего. Сейчас я тебе покажу, в чем толк медикаментов. Ты поймешь, что медикаменты это все. Мы с тобой не будем торопиться бежать на траекторию того автомобилиста. Да, хп отнимается очень быстро. Но это означает лишь одно, что я могу тебе показать всю значимость медикаментов в этой игре. То есть, как говорится, обосновать мои слова. Одиннадцать аптечек, дружище. Пускай они там херачат друг друга. Пускай они делают все, что хотят. Моя задача здесь выжить. Это я и собираюсь сделать. Аккуратненько, помаленечку, как тюленчик я, проползу сейчас к ним, как тюленчик сейчас, проползу сейчас к ним, и раздам им всем пиздюляточку. Туру-дун-дурун, пум-пум-пум-пум-пум. Вон, видишь? Вил там, да? Вон, смотри. Есть ли насос? Он думает, что он в безопасности, и сзади него никого нет. И из зоны уже никто не выйдет. Но он не знает, что тут медсестра Шамора. Тоже медбрат, естественно. Вот. Что я бегу такой весь на аптечках. Я только что прибыл из госпиталя, как говорится. Я залечиваюсь, и я уже в зоне. Понимаешь? Вот территориально оправданно. Оп. И у меня все заебись. Я играю, как вонючий крыс. Как маленький вонючий крыс. Сейчас подползу к нему сзади. Мне кажется, он еще здесь, он не ушел. О, здесь припаркованы его автомобили. Он остался в этом отеле. Как вычислить пиздюка в отеле? Вот так. Как же я хорошо себя чувствую, а? И у нас есть еще аптечки, и еще аптечки. Ай-яй-яй-яй-яй! Секса полные штаны! Кто хочет мне? Да, пиздый. Сейчас спокойненько уезжаем. Очень мало хп! Очень мало хп! Тихо! Двенадцать аптечек. Сосапис Андрей! Давайте, давайте, дросить мой автомобиль. Дрочите, давайте. Где ты? Он откис. Это было его целью. Не дать мне уехать. Но он не понимает одного. Что я? Человек. Аптечка. Я могу залечить весь этот сервер. Показываю тебе, что даже из такой сложной ситуации можно выбраться благодаря твоим аптечкам. Это эпичная серия. Это просто офигенная серия. Это просто секс. Это просто кайф. Ага. Делаем вид, что я камень на дороге. Смотри, я успеваю точно секунду в секунду. Ты посмотри. Ты можешь называть меня Шумору-ювелир. Теперь посмотри. Я успеваю точь в точь. Смотри, идеально. Идеально. Ну ладно, там половина была. Смотри. Смотри. Никто не может меня остановить, потому что я Шумору-ювелир и у меня дохрена аптечек. Вот она. Вот он край зоны, понимаешь? Вот он. Я просто юзаю свою аптечку, которой у меня дохрена, и спокойно выбираюсь из любой сложившейся... Почему ты отменилась? Почему? Это была серия по плеерам с Battlegrounds на канале Шумору-шоу. Спасибо за лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok